Большие планы! В Железногорске продолжается комплексное благоустройство микрорайона Первомайский. Какие новые объекты появятся, а какие ждет реконструкция? Здесь же комфортное городское пространство, здесь же реконструкция библиотеки и изменение формата библиотеки от старого пыльного к современным подходам и технологиям. Десять испытаний за сто минут. Железногорские школьники приняли участие в военно-спортивной игре «Сибирский щит». Надеемся на победу, конечно, но пока все не очень хорошо складывается. Гор Победа и только Победа, запомним. Сизые, белые, с хохолками и павлинями хвостами. Более восьми десятков голубей различных пород держит житель Енисейска. Ну это голубь и ранец. Днем сидят, в ночное время голубки сидят на яйце, греют. А днем – самцы. Пустырь возле Дома культуры «Юность» перестал быть пустырем. Грунт выравнивают, заросли расчищают. Демонтажные работы выполнены на 72%, планировочные – на 60%. Брусчатку уложили на 100%, рассказали в Управлении капитального строительства. Закопаны кабели, смонтированы опоры для освещения. На объект привезли первую партию малых архитектурных форм. Монтировать их будет сам изготовитель. Напомним, подрядчик обещал, что мафы будут уникальные и очень интересные. В целом, у Укса претензий по срокам и качеству работ к подрядчику пока не отрезюмировал. Руководитель управления Евгений Винокуров. Правда, есть некоторые вопросы у главы за то. Например, входная группа ДК «Юность». По проекту площадку должны освещать несколько симпатичных светильников. А на месте видим две мачты, увешанные кабелями, которые непонятно куда ведут. В формат это совершенно не вписывается, нужно разобраться, отметил Игорь Куксин. У жителей микрорайона тоже есть вопросы. В частности, беспризорный крупный рогатый скот, который может легко превратить общественное пространство в малоприятный скотный двор. Правильнее было бы вовремя сигнализировать об этом. Потому что невозможно быть постоянно здесь, контролировать каждую корову. Но если вы увидели, обратитесь, мы будем в меры. Чем закончится история с беспризорными коровами в Первомайском, пока не ясно. Прозвучало мнение, что животные рано или поздно закончатся естественным путем. А пока обустроенная площадка в любом случае лучше, чем пустырь. Напомним, территорию приводят в порядок в рамках программы «Комфортная городская среда». Срок окончания работы – 31 августа. Причем муниципалитет решил не ограничиваться одной локацией в микрорайоне. Такой комплексный подход к благоустройству микрорайона, он, наверное, за многие годы впервые проводится. То есть здесь же комфортное городское пространство, здесь же реконструкция библиотеки и изменение формата библиотеки от старого пыльного уже к современным новым подходам и технологиям библиотечным. Что касается дорог. Действительно, уже заключен контракт на капитальный ремонт улицы Белорусская. Нужно только синхронизироваться с работами по благоустройству. Ведь, напомним, проект не ограничивается пустырем и юности. Подрядчик по дорогам уже определен, контракт заключен. Они в настоящий момент получают всю необходимую разрешительную документацию, пропуская заказанные. Прямо в самые ближайшие дни подрядчик приступит к работам. И у нас задача здесь синхронизировать этот процесс. Добавим, этот же подрядчик капитально отремонтирует улицы Восточной и Горького. В ближайшее время УКС вместе с ГИБДД должен определить, с чего начать. Напомним, на капремонты город в этом году выделяет 91 миллион рублей. В сумму входит в том числе обустройство правоповоротного шлюза на перекрестке Восточной и Молодежной и грушообразного кольца Горького, Андреева, Кирова, Восточная. Это петли тунии. Мы их высаживаем сначала в грядку, с грядки, потом в горшочки. Эти девчонки, работницы теплицы, коренные норильчанки. У них, их родителей и у их бабушек никогда не было дачи. Возможность повозиться в земле, вырастить что-то своими руками для жителей Крайнего Севера – уникальное удовольствие. Чувствуешь себя как на материке. Сразу такая атмосфера хорошая. Цветочки вот какие выросли, тоже сразу настроение поднимается. Положительные эмоции остро нужны и остальным норильчанам. В начале лета, когда сходит снег, город становится удручающе серым. Сейчас он выглядит так, но примерно через месяц начнет преображаться. Как раз за счет растений из этих теплиц. Здесь тысячи саженцев цветов. Их выращивают из семян. Сорта проверенные, самые жизнеспособные. Петунии и бархатцы всевозможных оттенков. Есть и кустарники. Это особая гордость и некий эксперимент для северного озеленения. Это кизильник. В Норильске его высаживают как живую изгородь. И видно, что сейчас кустарник уже набирает свет. На нем появились бутоны. Это сирень. Агрономы за ней еще наблюдают и все время ждут, когда она зацветет. А здесь березки из красноярского питомника. По всему Норильску посажено примерно 200 красноярских березок. Климат для них подходящий. Но как они растут, если вместо земли здесь скальный грунт? Чтобы они жили, для них надо сделать посадочную яму объемом 0,1-0,2 куба. Для этого берется генератор, отбойный молоток и как проходка шурфа получается. Делаем посадочную лунку, привозим землю свою, ставим это, высыпаем землей. Только после этого они могут расти. Цветы высаживают примерно так же. Лунки делают не совком, а мотобуром. При этом сроки посадки сильно ограничены. Почва и воздух здесь прогреваются до подходящей температуры примерно к началу июля. А к середине месяца город уже должен расцвести. Ведь настоящие цветы и зелень – это традиционное и самое лучшее украшение к главному городскому празднику – Дню Металлурга. В Красноярск доставили еще одну партию вакцины от коронавируса. Всего привезли 11 тысяч доз спутника ВИ. Его уже начали завозить в поликлиники и больницы по всему краю. С начала вакцинации в регион доставили больше 360 тысяч доз. Развернуто 123 прививочных пункта. Записаться на прививку можно в регистратуре поликлиники лично, по телефону, через веб-регистратуру или через портал госуслуг. В Красноярском крае продолжают жаловаться на присасывание клещей. За прошедшую неделю опасные паукообразные укусили больше 1700 человек. Из них почти 350 – дети. Ни у кого из них не подтвердили клещевой энцефалит. Подозревают наличие заболевания у 30 жителей края. За весь сезон в регионе энцефалит выявили у пяти человек, боррелиоз – у шести, эрлихиоз – у двоих. Пока идут последние приготовления к открытию игры, военный комиссар города Олег Горский подсказывает участникам нюансы строевой подготовки и правильного выполнения команд. Видно, что идти в марше у школьников уже получается неплохо, но важно обращать внимание на каждую деталь. Голову прямо держим, не опускаем. Подбородочки выше. Игра «Сибирский щит» помимо прикладного значения несет и важную составляющую патриотического воспитания. Ассоциация самой игры «Сибирский щит» у меня, наверное, с той стойкостью и духом боевым, которые были присущи сибирским дивизиям, которые сделали все возможное для того, чтобы переломить в истории Великой Отечественной войны самые ключевые события в сторону нашей победы. В военно-спортивной игре принимают участие 9 команд. По одной от каждой школы. Им необходимо пройти 10 испытаний по маршрутным листам. На каждое задание отводится 10 минут. При этом важна не только скорость, но и правильность выполнения. Этап по одеванию костюмов химзащиты, пожалуй, один из самых сложных. Неудивительно, что после него не у всех остается вера в конечном успехе. Впрочем, товарищи по команде всегда поддержат. Надеемся на победу, конечно, но пока все не очень хорошо складывается. Гор победа и только победа, запомни. Организаторы подготовили школьникам самые разнообразные испытания. Здесь и стрельба из винтовки, правда, на этот раз электронной, веревочная переправа, полоса препятствий, сборка-разборка автомата Калашникова, метание гранаты, оказание первой медицинской помощи и эвакуация раненого на носилках. И куда же без строевой выучки. Особенно необычно, когда строем командует девушка. Курсантайсов! Я! Выйди и строим! Есть! Десятиклассница гимназии Дарина Шакирова сама изъявила желание принять участие в сборах. Считает, базовая военная подготовка для защиты родины необходима каждому человеку, независимо от пола. Мне просто нравится, мне интересно этим увлекаться, интересоваться, как это, что. Командовать тоже мальчиками, наверное, немного странно выглядит, но, наверное, девушки тоже могут задавать строй, показывать свои силы, характер, и я думаю, в этом ничего не странного. В итоге гимназия была отмечена организаторами за лучший результат в строевой подготовке. 167-ю школу отметили в дисциплине сборка-разборка автомата. Победителями же игры в комплексном зачете стали лицеисты. На втором месте команда школы 161 замкнули призовую тройку десятиклассники из 163-й школы. Каждый день в эти кормушки гельфан резепов насыпает несколько килограммов сухого корма. В рацион у опернатого хозяйства обязательно входят пшеница, горох, пшено и ячмень. Кроме этого нужны и минеральные добавки – мел, ракушечник или костная мука. Кто-то ест из кормушек, кто-то предпочитает склевывать вкусные зерна прямо из рук хозяина. Довольное воркование птиц – лучшая награда для голубевода. Сизые, белые, с рыжеватыми или черными пятнами, с кахалками и павлинями хвостами. У всех этих красавцев свой нрав и повадки. А еще они хорошие родители. Даже за будущим потомством ухаживают вместе. Ну это голубь и ранец. Днем сидят, в ночное время голубки сидят на яйцах, греют. А днем – самцы. Из-за холодной весны вывод птенцов в этом году начался значительно позже. И сейчас у голубевода самая горячая пора. Каждую неделю из яиц появляются пернатые дети. Первое время птенцы требуют особого внимания. И красавцами их в этот период назвать, конечно, трудно. Вот посмотрите, этому малышу от роду чуть больше недели. Он еще совсем крохотный и даже на крыльях. Обратите внимание, у него не перья, а вот такие вот зачатки этих перьев. А вот это его папа – светлый тасман. И когда малыш подрастет, он станет таким же светлым красавцем. Гельфан Резепов держит голубей уже более полувека. В его пернатом хозяйстве около 80 птиц различных пород. Среди них есть и настоящие долгожители, которых хозяин ценит особо. Ну, этому голубю 9 лет. Он летные качества хорошие. Игра хорошая. Глядя на то, как играет его птица в воздухе, Гельфан надеется, что со временем людей, увлеченных разведением голубей, станет больше и ему будет кому передать свой опыт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова